Блажен, кто не ослабнет до конца, творя добро, благовествуя всюду, о воскресении Христа, послании от Отца, который всех судить когда-то будет. Не прадедов победами кищиться, терпя позор в какой-то там Чечне, не старой медали сто крат до блеска чистить, себя считая всех врагов мощней. Два змеев гордых бились и ревели, и не за правду, за свой режим, не в царство Божие рвались, к Трестагу, Кремлю, в пустой купальне мертвый лежим. Блажен, кто осознает пред кончиной, что нет побед Писанию вопреки. Грех лично наш, в войне любой причина, из нечистот плодятся все враги. На гормождение лжи, грехом пропавшей, кичливость стариков подпитывает щедро, и к смерти не готовы, о том подумать страшно, не агнцам отойти, а диким вепрем. Блажен, кому грехи уже прощенные, он силой обречется для войны. Флаг смерти с черепом и со звездой черной, с кровавой свастикой на всех фронтах видны. Наш вождь-спаситель Иисус Христос, и бой не с плотью недругов, а за спасение душ. Любовь, одна любовь к врагам наводит мост, а безоруживает тех, кто к примирению чужд. Блажен, вооруженный Словом Божьим, исполненный Всевышним благодатью. И для верующих, знаем, все возможно, отдать свой хлеб врагу и даже платье. Боялись рабства, чтоб пленят татары, боялись немцев, свастики фашизма. А грех пленил и молодых, и старых, в лаге собственном лишились вечной жизни. 10 мая 2005 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова